В общем, всем доброе утро. После душа я уже способна вымолвить из себя какую-то более-менее связанную речь. Сегодня очень много дел. План на день примерно вот такой. При этом я проспала, поэтому сейчас я в турбо режиме действую. Сначала нужно мне собраться, накраситься, уложиться. Потом я поеду на студию собрать луки для нашей съемки в апартаментах. Потом я поеду снимать в магазин. После магазина я сразу поеду в апарты и там буду снимать после собрания и еще несколько небольших дел. Так что, такой вот сегодня денечек. И почему-то именно в такой плотный день я решила снимать свой первый влог на YouTube. Сначала мне нужно немножко осверлиться. У меня здесь тканевые маски. Вот это нужно держать 40 минут. Вот это 15, поэтому берем вот эту. Для двойного эффекта снятия отеков мы сначала наложим патчи. У меня вот такие от Гослоркер, как у меня называется фирма. На самом деле мне нравится патчи, потому что они освежают немножко и чуть-чуть действительно снимают отек. Но какого-то вау эффекта я обычно не наблюдаю. Мне все равно нравится. Думаю, что мне это помогает. Так что я их периодически заклеиваю на себя. И теперь мы прямо сверху шлепаем на лицо эту маску. Мне все-таки страшненькие ногами замечали. Ах, холодоченько. Хорошо, как? Муть маска с длинным эффектом. Расслабление, смягчение, свежесть. Вот мне нужно свежесть сегодняшним днем. Этим утром. Банан сюда я не поместится. Короче, то влезло, то влезло. Пока что нанесу уход на волосы. Первое. У меня эссенция форти от Лейбл. Мне я посоветовал мастеру, когда меня красил. Он меня осветлял. Я жаловусь на то, что у меня много гнетятся волосы. Вот. Он сказал, что вот эти вот эссенции от Лейбл, которые используются в программе счастья для волос, они с этой программой могут помочь, в принципе, помочь после осветления. Кстати, я записалась через несколько дней на счастье для волос, потому что я постоянно стала ходить, как какой-то одуванчик. У меня очень много маленьких волосков. Везде, по всей голове. То есть это не очень похоже на новые волосы. Но это очень похоже на то, что у меня они свои истончились, и им не хватает питания. Дальше я наношу Риал Ши. Вот Этит Грин. Вот такая нужна горошинка. Даже вот меньше, чем я взяла. Обычно я использую. Мне нравился сначала этот продукт, потом понравился. Все-таки с ним волосы более гладкие становятся. Последний этап – это термозащита спрей. Так как я не ношу Рейтит Грин высоко на корне. Я брызгаю потом обычной термозащитой. Это, кстати, не моя любимая. Моя любимая от Финес. Финес. Такая синенькая. У нее очень большая защита. И она как будто бы с солью, по-моему. Она чуть-чуть фиксирует и подает объем волосам. Но сейчас нету яблоки в наличии. Вот. Но это тоже неплохая. Вот так. Осталось только посушить их. И уложить. Теперь протираю лицо тонером от COSRX с прополисом. Очень классная штука. Я люблю использовать полтрам, потому что нравится, как уложить за пол макияж. Я уже не буду вам показывать, как я крашу и укладываю. Потому что, во-первых, я уже очень сильно опаздываю. А во-вторых, думаю снять об этом отдельное видео. Более подробно, чем мои видео в Инстаграм. Теперь сверху наношу вот такой вот кремик. Я умиряюсь от маленькой баночки. На самом деле, я взяла себе попробовать. Мне его порекомендовал специалист, когда я ходила на процедуру ухода за лицом. Он мне очень понравился. Он по консистенции чем-то похож на сорбет. Сорбет? Сорбет от Дарлинг. Но для меня намного приятнее. И он все оборегулирующий. У меня жирная кожа. Кстати лайфхак. Я сушу волосы вниз головой. И потом я собираю кравиком их в такую гульку, чтобы они вот так вот остыли и не потеряли объем. Вот про вот эти маленькие волосики я говорила. А вот и я. Я, конечно, капец как опасна, поэтому я сейчас просто мчусь на студию. Давно не делала эту свою любимую укладку, которую делала весь, наверное, прошлый год. Так красиво. Времени уже очень сильно много, поэтому я просто собрала в свою сумку полдома, потому что мы сегодня остаемся в этих апартаментах на ночь. Вот, соответственно, нужны всякие умывалки, всякое такое. Кстати, забыла положить щетку. А теперь быстренько разберемся с аутфитом. Я в такие загруженные дни буду надевать что-нибудь супер простое и комфортное, поэтому я надену вот такой топ от Iron by Mironova. И джинсы. Свои любимые новые baggy jeans. Вот так это как-то все выглядит. Мой любимый ремень, который я нашла в Second Hand. Обязательно, чтобы день был хорошим, нужно нанести любимый парфюм. У меня это Black Opium. Cousin Miron. Милон. Обожаю. Даже на заднем сиденье поездка по Яндекс.Картам займет 9 минут. Доброе утро. Экскурсия. Мы снимаем в магазине уже около часа примерно. Скоро нужно будет уже уезжать, потому что, во-первых, нужно заселяться в апарте. Во-вторых, в магазине уже появится много народу и снимать вообще становится неудобно. А пока что на него такой очаровательный костюмчик. В апарте, кстати, я бы тоже собрала. В двух цветах Эмскрис. Я наконец-то закончила снимать в магазине. Теперь иду на футборку в маркет. Думаю что-нибудь перекусить. И пойду сразу в апартаменты. Все, я заселилась в апарте. Теперь я жду, когда приедет Крис. Крис, чтобы ее встретить, потому что она одна с тремя огромными кофрами и двумя сумками с обувью и аксессуарами. Я вам покажу. На самом деле, темновато. Очень темновато. Но нам нужны были срочно апарты, потому что мы запланировали съемку на этот день. И в итоге все наши варианты были заняты. Тут такое зеркало зачем-то во всю стену. Ну, приятненько, приятненько, чтобы на себя вот так подлюбоваться. Никуда не лишнее. Ванная мне нравится, конечно, что она вся такая светлая. Здесь мы тоже что-нибудь будем обязательно снимать. Есть зеркало в полный рост. Вот. Ну, блин, немного, да, темно. Не знаю, брала ли Крис свет. Здесь я уже свои шмоточки расставила. Мне нравится то, что тут окно во всю стену. Но даже несмотря на это, темно в апартаментах. Ну, видимо, потому что... О, кстати, тут окно. Потому что стены темные. Блин, отлично, отлично. В общем, пока Крис едет. Ну, кстати, неплохой видок. Пока что Крис едет, я решила наконец-то прикончить свой завтрак. В час, в два часа дня. Потому что я сегодня вообще еще ничего не съела. Только выпила пол-литра мачо. Ну, я еще взяла бы и в маркете нам с Крис салат с лососем. Очень вкусный. Салат-бар называется место, если кто из Петербурга и хочет попробовать. М-м-м-м. Знаете, кубника такая вкусная. Ее купила причем на улице. Вот на метро. Обедик. Купить... Крис. Какой-нибудь круассанчик, чтобы... Я предлагаю распаковать сразу и сколько. Все вещи. Так. Давай пахнем, а секундочку. Отправить часть вещей, в которых мы снимем сегодня, чтобы нам столько не тащить. Разумные идеи. Плюс, кстати, Настя сказала, что мы за трех час съемка и до часа выселимся. Потому что у нее, во-первых, нужно ехать к часу на бары. Во-вторых, мы где-то 12 примерно выселены у нас. Я еще не отвечала даже на 40-му. Вот и все. Вот и заполнился весь этот маленький шкаф. Это компресс. Мы просто это по гардеробу собрали. Всем привет. Это я собрала себе... Ну чисто так, у девочек переодетка. Я забыла. Так, сумочки. Память. А еще с седьмого. Вот. Сейчас осталось только бижутерию разложить. И можно приступать к съемке. Честно, я просто в шоке, сколько вещей. Ни разу столько не брали на съемку. Сейчас пойдем снимать на улицу. И... Такой вот... Образ. С палеточками. Такие вот мы. Принцессины. Что я только стала уже сегодня снимать. Честно. А я вообще уже устала. В общем, мы поснимали на улице. Я сегодня просто снимаю весь день. Сначала снимала в магазине. Снимала для вас влог. Потом снимали в апартах. Я очень устала. Поэтому сейчас Крис снимает еще одно видео. Одно. И мы пойдем кушать. Ура! Наконец-то. Вот. Я уже такая в халатике. На расслабончике. Кстати, зацените просто масштаб срача, который мы разводим постоянно, когда снимаем. Что тут скажешь? Короче, мы с Крис хотели куда-нибудь сходить поесть. И могли придумать, куда нам идти. В итоге пошли, как обычно, вот маркет павелерея. И она мне сказала, что это очень вкусный лагман. А я очень люблю лагман. И вы сейчас не представляете, с каким удовольствием я ем этот лагман. Это очень вкусно. Зацените размер порции. Перекусик. Еще такие вот штучки. Но это очень-очень вкусно. Это очень вкусное мороженое. Нам дали попробовать несколько вкусов. Оно какое-то необычное. И говорят то, что полностью из натуральных градиентов. Короче, я училась в единственном классе. Я любила есть вот всякие вот эти вот самсу, пирожки, пирожные. И мне мама взяла, короче, купила и принесла самсу с курицей. Такого треугольника. Я думаю, ура, как классно. А еще был такой день, я что-то делала в уроке. Но это прям, знаете, как глоток свежего воздуха для меня. Это ужасно сейчас будет. И я никогда не режу самсу. Я просто ее ем. Но в этот раз я решила порезать на две части. Там что-то было? Я съедаю половину и начинаю есть другую часть. И там прям лежит целый таракан. Целый. То есть он просто зажарился прям там в самсе. А если бы я ее не разрезала? Вы можете это себе представить? После этого у меня было крушение к самсе. Я вообще не ела самсу несколько лет. Вообще. То есть я если лежит другой на самсу, у меня все. Ну я понимаю, почему. Фу. Мне кажется, я бы обливалась. Ну там половинка. Ну целый таракан. Я бы обливалась просто. Нет. Они просто не задерживают. Да. Только пришли. Нет. Она только вышла в нашу коллаборацию с этим брендом. Я хочу на сайте в инстаграме посмотреть. Бери. В общем показываю. Сегодня я взяла в личи вот такой вот просто милейший кардиганчик. Я на него засматривала. Я почему-то все его никак не мерила. Вот. И сегодня пока снимала. Поняла, что он не нужен. И это, кстати, кардиган в размере L у меня. Посмотрите, какой милый. У него такая вязка приятная вообще. Что касается истории про таракана. Да. Крис сказал это, что у него еще есть какая-то история. В общем, один раз был какой-то... У меня был бывший парень. У нас был какой-то праздник. Мы пошли в кафешку в моем городе покушать. Мы заказали суши. И, в общем, доедаем мы тарелочку суши. И там в последней сушине волос огромный вот такой тарелки. Прям большой тарелки. Фу, я думала червяк. Я думала червяк. Плесень. Плесень. Там прям вот такой вот огромный кусок. Вот. И он выпил весь тарелки. Я не знаю, почему мы были в этот день такие везучие, но... Я точно такую же историю слышала в ТикТоке. Короче, девочка... Я не рассказывала. Нет. Девочка рассказывала, что у нее парень купил коробку томатного сока. Пил, пил. Допила там кусок плесени. Я после этого боялась из коробки пить. Потому что мы потом пошли к ним на кассу проверять коробку. Ля-ля-ля. И там прям вся коробка у них была в этой плесени. И я думаю, этот сок так и наливались им. А что самое ужасное? У нас даже это не вычли, типа, из... Не сделали нам никакую скидку. Это же... Вам не вышли плеснявый сок? Нет, там... Ты понимаешь, что... Меня жаба давила, почему, блядь, мы еще за это должны платить? Почему... Меня бы тоже не решили. Почему вот это не решил никто? Но, типа, я не хотела. Мне хотелось, чтобы, типа, человек, с которым я была, это все разрешил. Я бы там такое учинила. Мне, когда они вычитают еще это блюдо, которое мне не понравилось, но, типа, мне бывало, что это прям невкусное блюдо, мне его всегда спокойно вычитают из счета. Я считаю это абсолютно... Ну, блядь, в Питере. В Красноярске. В Красноярске тоже. Ну, не в моем городе. Между прочим, в Красноярске очень хороший уровень. Ну, не в моем городе, я говорю, но в Питере и в Красноярске. А это я вспомнила, какой день был. Это, короче, был день прямо перед... Вечер перед моим днем рождением. У меня сегодня 22-го, это было 21-го. Спасибо! Не, ну я просто... Я не могу представить, насколько это пройдет. Да? Это ужасно было. Это просто... Ужасно не поверить. Прошло... Две минуты прошло, ну давай. В общем, я... У нас было какое-то семейное, так скажем, праздник какой-то семейный. Там было очень много блюд. Там было очень много. Там вообще дальние родственники, ля-ля-ля. Мы все сидели. И там вот была такая женщина, вот с такой вот прической, с таким каким-то пучком в кардигане, в очках. Такая, знаете, как училка. Но она не очень учительница, на самом деле. И мы сидим, а я маленькая, типа, я вот так за всеми наблюдаю, наблюдаю. И она накладывает себе салат. А я вижу, что там сидит жук. Маленький жучок. Не спрашивайте. Но я была маленькая, я была очень стеснительная. Тем более, говорите вот с ней. Ну, типа, не знаю, мне было страшно. И она, короче, берет вот так вот накладывает. И я вижу, что она накладывает себе тарелку. И она сразу же его съедает. И я просто вот так вот смотрю. И я не могла есть больше ни одно блюдо в этот день. Просто я вообще больше ничего не могла. Я прям увидела, как она съела жука. Я прям вот как сейчас помню эту картину, как она вот так вот несет эту вилку. Я вот так вот на нее смотрю. Думаю, пожалуйста, не надо. Не надо. Нет. Ты же можешь увидеть, что там кто-то сидит. Я все эти истории вставлю в этот звук. У Крис такие дурацкие будильники-то просто капец. Какой-то звон колоколов. Какое-то кряканье. Мне не понравилось. В общем, мы проснулись пораньше, чтобы нам успеть снять еще хотя бы два видео, которые мы вчера хотели снять. Вот такие еще инфлиментеры. Такие треди Визми и Личи. Ладно, не совсем. Мы снимаем подружковый контент. Мы сейчас уже будем выселяться из-за партов. Ну, сначала надо собрать все вот эти вот шмотки. Ой. Все вот эти вот шмотки. Вот это все убрать. Вот это убрать. Вот это убрать. Вот это убрать. Кристиан. Все, собираемся. Актиáo. –wateli Аланства. Балул. –сwalте. –метля android. Сейчас сломать. Может быть. В течение 3度.